Здравствуйте дорогие друзья, с вами Глеб Задой, мы продолжаем публикацию наших ежедневных видеороликов. Сегодня мы не можем обойти стороной политику вновь, да, вчера по всей стране буквально прокатилась серия народных митингов против коррупции. В общем-то, ответ власти на это все крайне интересный, да, и так далее. Но мы сегодня как раз об этом поговорим. Хотя хотел, честно говоря, поговорить совершенно другую тему с вами сегодня, но обойти эту тему мы стороной просто не можем. А только в Москве на улице вышло более 15 тысяч человек, по последним официальным данным Министерства внутренних дел, только в Москве задержано более уже тысячи человек. Собственно, митинг, кстати, был не согласованный, власти Москвы предложили его провести где-то на задворках, так, чтобы никто не видел, ничего не слышал. Вот, и чтобы, конечно же, неудобно было добираться, но все-таки протестующие вышли в центр столицы, да, прошлись по Тверской. Ну, и опять же, все это кончилось более чем тысячу задержанных. Если, кстати, вы не в теме, и обратите внимание, что вот интересно, да, а ведь кто не в теме? Большинство нашего российского населения, я уверен, про это вообще ничего не слышали, несмотря на то, что протестные акции были не только в Москве и в Питере, но и были в десятки других городов России. И, в общем-то, подтверждение этому огромное количество. В Екатеринбурге вышло более пяти тысяч человек на митинге. Но я уверен, что подавляющее большинство жителей Екатеринбурга ничего об этом не слышали. Почему? Потому что есть большая замечательная привычка смотреть федеральные средства массовой информации, первый канал, Россию и так далее. И на этих каналах ничего не слышали, не видели и не знали ничего, никаких митингов. Ответ власти на это, кстати, крайне интересный, Дмитрий Анатольевич, против которого, собственно, и были вот эти все митинги, именно к ответу его по поводу его недвижимости, его собственности, в общем-то, к ответу и призывали его митингующие. А Дмитрий Анатольевич Медведев в это время катался на лыжах и в своем инстаграме в ответе на вопрос, а что делал Дмитрий Анатольевич в день, когда вся страна протестовала, ответил, неплохо покатался на лыжах. Ну что ж, это достойный ответ Дмитрия Анатольевича Медведева, достойный ответ премьер-министра на ситуацию в стране. В общем-то, держитесь там, да, и всего вам хорошего, как говорится, это продолжение, по-моему, вот этой как раз-таки темы. Друзья мои, ну, я вот для чего все это дело рассказываю, для чего мы обо всем этом говорим, потому что, ну, действительно, большинство жителей России, мне кажется, об этом даже не в курсе. И я надеюсь, что среди моих подписчиков таких немного, но тем не менее, я уверен, есть и люди, которые смотрят только первый канал и всецело верят тому, что говорят в федеральных средствах массовой информации. Если вы не в курсе, не в теме, обязательно посмотрите фильм фонда борьбы с коррупцией о Дмитрии Анатольевича Медведеве, о том, какая у него недвижимость есть, там, да, яхты, дворцы и так далее. Очень интересно, ну, хотя бы просто в познавательных целях. Я никого ни в коем случае не призываю там выходить на митинги, это уже дело, в общем-то, каждого, но поймите, что то, как живут наши с вами правители, давайте их назовем таким вот образом, это вся вот эта жизнь их замечательная, она происходит так или иначе за наш с вами счет. И быть согласными с этим, да, и быть довольными текущим положением дела, ну, как мне кажется, совершенно неправильно. То есть я сомневаюсь, что кто-то из тех, кто смотрит сейчас это видео, доволен полностью своей жизнью, благосостоянием, там, ситуацией в стране, в экономике, ситуацией, там, с дорогами, там, условно говоря, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И пока мы не будем высказываться, что мы этим недовольны, реакции никакой не будет. Ну, а реакцию последующего нашего правительства, ну, будет интересно посмотреть, интересно. Дмитрий Анатольевич, с Лыжнитой вернулся, ну, а сейчас давайте пойдемте к Владимиру Викторовичу, чуть не сказал Владимиру Владимировичу, Владимир Викторович сказал, что он москвич, ему есть что терять, поэтому он протестовать не будет и никак комментировать эту тему не будет, вот, но зато обещал нам рассказать по поводу ситуации на финансовых рынках. А на финансовых рынках сегодня очень интересно, потому что, здравствуйте. Здравствуйте. На финансовых рынках сегодня крайне интересно, там, евро на декабрьских максимумах, фунт уже активно растет и так далее. Вы говорили, что рост весь европейских валют, точнее, падение, получается, американского доллара по отношению к европейским валютам, это следствие фундаментальных факторов. Каких? Конечно же. Как главный фундаментальный аналитик страны, скажите. Это все из-за Трампа. Так. Слабость доллара – это слабость Трампа. Трамп не смог через Конгресс провести отмену Обама Кэя, это здравоохранение, здравоохранение, и, соответственно, инвесторы посчитали, что это сигнал о том, что, в принципе, не все обещания предвыборные Трампу будут выполнены, но они, соответственно, располагаются. Но вот все-таки ваше мнение, это все временное какое-то движение или это все-таки продолжится? Что делать-то с евро? Мы с вами в последний раз евро рекомендовали продавать, проведение 0,8 или 0,8-200. Я это сделал уже по 100%. Я крылся с минусом. Я еще один денечек, наверное, два посмотрю, как будет закрываться и буду, наверное, покупать. То есть, мне кажется, 1,10 все-таки можно спорить. 1,10? Да. Ну, просто 1-2 дня я хочу выдержать, чтобы они уже уверенно закрепились выше 0,8-300. Вот как пропал бы. Ну, тут, друзья, поддержу. На самом деле, действительно, если динамика вот такая будет продолжаться, и если евро-бакс будет уверенно торговаться выше отметки 1,8-200, 1,8-300 и перекроет греб, допустим, который мы сегодня образовали на открытии дня и потом, собственно, откатиться наверх, вот тогда, наверное, действительно отметка 1,9-1,10, она будет абсолютно реальна. Ну, вот сейчас, думаю, даже попробовать рассчитывать продать. Да, это да, продать на закрытии греба, кстати, тем хорошее. И, соответственно, просто внимательно следить, аж 4 там отслеживать, пробьете, если 0,8-6-5, тогда не скрутите сделку. Все. На этом все, друзья. Всем спасибо и до встречи. в следующем видео. Пока. Забыл сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и напишите, что вы думаете по ситуации с евро-баксом, с фунтом, ну или, может быть, что вы думаете по поводу протестных акций, которые прокатились по всей стране, какое у вас отношение, мне самому очень интересно, что вы по этому поводу думаете. Ну, а если вам есть чего терять, то пишите, так сказать, про рынок. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok